Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Апостолы пережили смерть Христову, уверовали в Его воскресенье, когда увидели Его воскресшим. Но продолжали жить своей жизнью, ожидая каждый раз, что он опять им явится. И занимались своим обычным делом. Они были рыбаками. И вот в один из разов они были на море Тевериадском, а они рыбу ловили в основном ночью. Потому что там жара несу светная в Святой Земле. И днем до плюс пятидесяти. Море Тевериадское, но это как гладкая поверхность. Ну, может, облако заслонит немножко солнце, но все равно вынести это невозможно. тепловой удар. Поэтому трудились на лодках ночью. И вот Петр сказал, иду рыбу ловить. Айда, с тобой пойдем. подплывают назад, ничего не поймали. У рыбаков тогда эхолотов не было. Я в этом году на одной лодочке ходил по морю недалеко. И тот, кто нас возил, посмотрел так через эхолот, где рыбка, увидел, забросил специальную снасть, похож на наш русский перемет, и достали целое ведро рыбы. Амуточку поднимают, она ей 6-8 штук. Замечательно. Тут же пожарили. Частично даже съели. Замечательно. А вот у них вот не было таких орудий. Но Господь Милостив увидел их. Они узнали, что это он. Первый узнал, конечно, Ян Богослов. Петр хотел быть первым и пендитом такой ленты припоясался, чтобы не быть нагим, предстать перед учителем своим. Хоть рыбак, а все-таки понимал, что неприлично вот так приоделся. А там уже Христос сам воскресший. Костерчик, рыбка уже жарится. Говорит, ребят, ну давайте обедайте. А перед этим еще, говорит, вот туда закиньте. Поймали рыбы 153. Лодка стала даже тонуть. Никогда такого улова не видели. Потому что Бог все знает. Ему и холод не нужен. И всегда можно попросить у Бога. и если он сочтет нужным, он пошлет рыбки. И раньше вот так это все и действует. А мы забываем напрочь. человек сначала совершает страшное преступление, в котором есть разные составы. И уголовные. Потом против Бога. Против всех его заповедей. Потом идет причащается. А потом у него такое настроение, что душа не выдерживает. И он может вообще в больнице оказаться. А Иуда апостол оказался на веревке. Повесился. Потому что ну куда ты лезешь причащаться, если все, что есть на свете, какие преступления ты совершил. А почему? А потому что в голове темень. Там в голове такая скисшая, уже выплюнутая гречневая каша вместо мозгов. Остается только одно хочу. Или еще некоторые, но это уж совсем глупые, я так считаю. Ну не умеешь пользоваться калькулятором, возьми счеты и считай. Много ты там насчитаешь? Не знаю. Но если не хочешь, чтобы тебя трамвай вдоль переехал, ты больше так не делай. Потом начинают искать каких-то старцев, которые могут разрешить какую-то им ситуацию, из которых выхода нет. человек в результате своей жизни оказывается в жуткой ситуации. Нет выхода. Его действительно нет. Что остается? Остается только терпеть, что тебе Господь даст для твоего вразумления. Может быть, это будет тюрьма. Может, это будет какая-то страшная болезнь. может, тот же трамвай тебе что-нибудь отрежется. По крайней мере, ты дома будешь лежать и как-то ну, посмотришь телевизор там, какое-нибудь ток-шоу повеселей и подумаешь о своей жизни. А может, глядишь и помолишься. Перекреститься у нас на Руси каждый умеет. Может, не в ту сторону, но это не так важно. А важно, что человек задумается о том, как он живет. А некоторые такие разумные находятся и обращают внимание вот на эту книгу книг, читая которую, люди становились святыми. Преподобный Серафим Саровский, вот у нас его иконочка висит, каждую неделю целиком прочитывал ее. Целиком. Знал наизусть. Поэтому в такие ситуации не попадал. Хотя у него были очень трудные ситуации. Потому что обычно святые люди вызывают к себе дикую зависть и злобу. Сам Христос. Что его бесконечно народ любил. Нет, не понимали. А врагов сколько хочешь, вот эти фарисеи, которые наусь кали народ, проявили царство демократии. Демократия это что такое? Это царство дураков, которым объясняют, что вы хозяева, у вас выборы, вы сейчас что проголосуете, то так и будет. Но если люди темные, неотесанные, им что-то внушить, нет, не представляется никакой сложности. И они на Сына Божия показывают пальцами Пилату, которого ненавидели, который был глава всех оккупантов иудеи, они ему кричали «Распни его!» А он сколько исцелил больных, сколько воскресил мертвых, тысячи накормил голодных. За что распни? Люди, что я вам сделал? А люди, обычный человек, ну, средний, но я имею в виду только с советскими людьми, они вообще ничего не понимают. Это вообще, что-то объяснить человеку, я 40 лет этим занимаюсь, это практически невозможно. Особенно, вот если целой аудитории говоришь, а я выступал в аудитории по тысяче человек, по полторы, слушают очень внимательно. Спроси, он не то, что понять, он повторить не может. Я не знаю, как они в школах все учились, это просто, а уж в чем-то убедить, вот до двери храма дойти, уже все забыл. В этой каше гречневой, скишшей, в которых паучки уже живут, которая называется мозгом, там уже ничего не осталось, потому что время упущено. время. Ну, сможет на некоторых детей, ему 4 года, он еще говорить не умеет. Отец только междометие, мать только орет. Ну, так как он вообще разовьется в человека, который может что-то понять, или вдруг сохранить желание учиться хоть чему-то, а маленькие дети до 3 лет, ну, просто все любят учиться, хотят, им просто не дают. И вот они в этой тупости к сожалению вырастают. Но как нам спасти свою душу? Надо понять, что Господь от нас хочет. Читаю же Иван читаю. Чтущее, да не разумеем. Это очень печально. Поэтому надо вникать, понимать. И даже молитва, она на литургии читается. И молитва перед Евангелием. Воссияяя в сердцах наших свет перед тем, как читать Евангелие. Чтобы посвятить свое сердце, чтобы оно могло увидеть, как пройти к раю, чтобы не быть в том аду, в котором человек живет. Чтобы не совершать поступков, от которых потом на осине повесяться на пеньковой веревке. недавно в прошлом воскресенье там парень приходил, 20 лет отсидел. Я говорю, сколько ходок? Три. Знаешь, что? И убийство? Да, и убийство. Спрашивается, зачем? Вот зачем убил? Ты что, умный, тебя что, не поймают? Да все воры в закон не сидели, а это самые умные. И вот жизнь. Ну, что наша жизнь сознательного возраста? Ну, от силы 50 лет. И из них половина 20 лет отсидеть в тюрьме. Значит, что, жизнь? Это что, свежий воздух? Это что-то такое сделать? А ведь каждый должен родиться на земле, чтобы, ну, хотя бы детей воспитать. Не только орать, не только быть всем недовольным, раздражительным, злобным, не чтобы что-то купить, потому что это все останется тут, а чтобы хоть что-нибудь сделать по-настоящему доброе. Вот для чего в церкви вокруг иконы вешать? Ну, посмотреть на этих людей, которые на иконах, каждый же, некоторые, даже будучи инвалидами, они принесли в жизнь очень много добра. Я даже сам таких встречал. Лежит такая Наташенька тут у нас на одном боку всю жизнь с восьми лет, взрослая уже женщина, она до сорока с небольшим дожила, только может говорить руками, только вот шевелить, а не может не согнуть ничего, да еще в очках. И вот к ней приходили люди, и она просила, и она молилась, и человеку от Бога помощь была, потому что человек ну, насквозь больной. Более того, дышать не могла. Ее заболевание называется миопатия. Это значит, у нее ни одна мышца не работает. И даже мышцы, которые владеют легкими, специальный аппарат, вот как два эти аналоя, стоит дома, качает ей воздух в легкие, вдох, выдох, вдох, вот это что, другу бы сказал, ну что, это жизнь? Я никогда не видел ее не улыбающейся, она излучала свет, лицо такое светлое, как будто луна на тебя светит, как она всегда улыбалась, ни одной жалобы никогда. За ней ухаживали вся дверь, три женщины по очереди, священники подряд ходили ее причащать, и я в их числе тоже сподобился видеть такого человека. и вот будучи полным инвалидом, сколько она сделала добра за свои годы, а умерла как, ну как, ясное дело, задохнулась, полипы возникли, не смогла душать, то есть, знаете, вот есть такое русское выражение, врагу не пожелаешь, но сколько человек совершил. вот, это настоящая христианская жизнь. Никто же нас не зовет, чтобы мы были такими же, нам это недоступно, но хоть что-то, хотя бы, я уж не говорю сделать там добра, но хотя бы то зло, которое в тебе бушует, ну ты его останови. Причем есть с чьей помощью. Если рыбы можно 153 штуки поймать, что тонет лодка, то обратиться к Богу, чтобы он остановил в тебе зависть, злобу, раздражение, гнев, бесконечное осуждение, бесконечное я, хочу, тщеславие, все вот эти мерзости, которыми пропитана наша жизнь, это уже будет покаяние. А что такое покаяние? Это очень важная вещь. С нее начинается жизнь духовная. Поэтому Иоанн Претечий, Господь, начали свою проповедь покайтесь, приблизил их к Царству Небесному. С покаянием оно приближается. Если соступаешь анестезию добра, ты делаешь первый шаг. Вот так и надо. Помоги нам в этом, Господи. отец. Спасибо. Продолжение следует...